Привет, Торонто! Как у вас дела? Мы рады сюда вернуться. Я люблю этот город. Спасибо всем, кто пришел. Кто задаст первый вопрос? Макс? Макс, привет! Я здесь. Как ты? Здорово, Роб. С возвращением. Каждый новый поединок – это новый опыт. Каждый новый выход в клетку отличается от предыдущего. Думал ли ты о том, чем будет отличаться этот выход, учитывая, что ты год не бился? Ты знаешь, думаю, все будет как обычно, знаешь, мой рекорд 1-0 из боя в бой, и ничего не поменялось, понимаешь, о чем я? Нет ничего, что меня бы как-то беспокоило, мне уже не терпится выйти и побиться. По тебе видно, что ты любишь это. По тебе видно, что ты наслаждаешься, находясь в клетке, это то, чем ты должен заниматься. Ты ждешь возвращения туда? Мне просто не терпится, мы здесь, на 10-м острове. Это 10-й остров. Какой это остров еще раз? 10-й остров, детка. 10-й гавайский остров. Мне не терпится выйти туда. У меня мурашки от одной только мысли. Спасибо тебе. Теперь Брайан. Джиу-джитсу школы Грейси – это далеко не просто грэплинг, хотя многие воспринимают это лишь как грэплинг. Но действительно, лучших бойцов не относят ни к грэплером, ни к ударникам. Твой нокаут над Фрэнки Эдгаром – это тоже джиу-джитсу Грейси? Это ударка. Но с немного, знаешь, я бы сказал, с немного другим подходом. Очевидно, то, как мы воспринимаем вещи, то, как мы их анализируем, это основано на фундаменте, который закладывается в нас с самом детстве. Так что мое методическое мышление позволяет мне разбирать оппонентов в поединке. И в том числе отражается на моей ударке, так что это все смешение стилей. Ты сможешь конкурировать в ударке с Максом? Ну, надеюсь, поэтому я здесь. Спасибо, ребят. Ти-Сити – Торонто-Сити. Он говорил, что это Трайангл-Сити, не ведитесь на его уловки. Кто дальше? У кого следующий вопрос? Макс, люди Торонто тебя очень тепло принимают, всегда хорошо воспринимают. Как тебе удалось достичь такого контакта? Знаешь, просто это Десятый остров. Давайте-ка все вместе. Какой это остров? Десятый остров! Блин, ребят, давайте. И как он называется? Ти-Сити. Десятый остров, детка. Что есть, то есть. Мы здесь. Люди меня любят, поддерживают, и мне не терпится их порадовать. И также вопрос Брайану. Брайан, по шкале от нуля до ста, насколько ты уверен, что будешь биться с Максом в эти выходные? Насколько мы уверены? Я сам не могу ответить. Не могу ответить на этот вопрос. Вопрос Юане. Юана. Классная футболка. Спасибо, ребят, за очень теплый прием. Я рада вернуться в Канаду. Если ты одержишь победу в субботу, ты станешь первой девушкой-чемпионкой в двух весовых в UFC. Что это будет значить для твоего наследия? Никаких «если». После того, как я выиграю в эту субботу, после того, как я выиграю в эту субботу, я докажу, что я величайший боец в женском ММА. И еще один вопрос Валентине. Валентина, ты уже побеждала Юану в других видах спорта. Как ты считаешь, даст ли это тебе психологическое преимущество в предстоящем поединке? Знаете, для меня результат уже определенный, в нем нет никаких сомнений. И не может быть варианта, что я покину этот город без пояса. Вопрос Максу. Макс, это самый длительный простой в твоей карьере. Ты бился 18 раз за 6 лет выступлений в UFC. Когда был последний раз, что ты на протяжении года не бился? Я подозреваю, это было даже до карьеры в ММА. Послушай, дружище. Дружище. Благословенный экспресс остановился в Торонто, детка, на 10-м острове. И вы, ребят... Вы, ребят, все вспоминаете предыдущие станции, но следующая остановка Ти-Сити. Так что позаботьтесь о том, чтобы не сойти с поезда до того, как мы сделаем остановку. Потому что эта остановка будет быстрая, и мы двинемся дальше. Не проморгайте. В интервью на прошлых выходных ты сказал, что когда ты выйдешь в клетку, люди будут удивлены, а они скажут, вау, может, ты поделишься, что ты планируешь продемонстрировать в эти выходные. Подключайтесь в субботу вечером. Это лучший способ, чтобы узнать это. Подключайтесь и смотрите. Вопрос Йоанне. Йоанна, как ты подготовилась к тому, чтобы подняться в весовой, и как ты себя чувствуешь за пару дней до боя без тяжелой весогонки? Во-первых, я чувствую себя невероятно счастливой, и я поняла, насколько все это тяжело, и как сильно весогонка и строгая диета на протяжении долгих недель сказываются на твоем теле, ментальном настрое и выступлении. В этом тренировочном лагере я проделала намного больше работы, хотя обычно перед подготовкой я даю себе установку, что качество важнее количества, но вообще-то в этом лагере мне удалось повысить и количество, и качество. Потому что хоть я и придерживалась здорового питания, но могла кушать больше и, как следствие, тренироваться усерднее. Я подготовилась к этому поединку, уверена, это будет отличный бой между мной и Валентиной, она очень жесткая, ментально и физически. Она знает, чего она хочет достичь, и она не сдается, она никогда не сдается, так что я с нетерпением жду субботы, я нахожусь в лучшей форме в своей жизни. Вы сами думаете, видите, что я выгляжу сильнее? Я чувствую себя просто потрясающе, и я готова увезти этот пояс домой, детка? Вопрос, Дэнни. Женская весовая в 125 фунтов очень долго находилась в подвешенном состоянии, особенно учитывая, что было с Таффом, но сейчас, когда обе эти девушки сидят на сцене, как, по-твоему, это лучший вариант развития событий для этого веса? Да, несомненно, лучшего боя просто не представить за этот пояс, и что ко-мейн-эвент, что мейн-эвент просто невероятный. Как я сказал с самого начала, мы с нетерпением ждали возможности вернуться в Торонто, и я уже хочу посмотреть эти бои, я так заряжен на эти выходные. Дэн, а ты говоришь, что любишь этот город. В прошлом году вы проводили здесь 206-й турнир, и карт не выглядел очень крутым, но был солд-аут, сейчас тоже солд-аут. Вы стараетесь проводить здесь турниры, но может ли Торонто стать чем-то вроде Нью-Йорка, чтобы венты были почаще? Слушай, мы ездим сюда с тех пор, как нам дали добро. Сразу получив разрешение, мы начали сюда ездить, так что... Я не устану говорить, как сильно я люблю этот город и как сильно люблю приезжать сюда, даже зимой. Так что, да, как только нам подворачивается шанс устроить турнир в Торонто, мы делаем его. И знаешь, тур Мэйвезер-Макгрегор, они не хотели сюда ехать, но я сказал, поверьте мне, сюда надо приехать. Поверьте мне. И все прошло идеально, это была лучшая остановка в туре. Сто процентов. Йоанна, многие упоминают ваши три поединка в Муай-Тай, которые прошли 10 лет назад. Ты их воспринимаешь как дополнительную мотивацию для себя, или ты считаешь, что они вообще никак не скажутся на этом бою? Я прекрасно знаю, насколько она хороша. Мой тренировочный лагерь знает, насколько она хороша. Они... Мой лагерь... Они готовили Аманду Нунес на два поединка с Валентиной Шевченко, так что у нас есть идеальный план. И он был даже до того, как я услышала об этом поединке и подписала соглашение на этот поединок. Так что я более чем готова, и я смотрю вперед, только вперед, я не оглядываюсь назад. Конечно же, я извлекаю уроки из каждого прошедшего дня, но я двигаюсь вперед, они не имеют значения. Эти поединки прошли десятилетия назад. Сейчас ситуация совершенно другая, и я прошла через... Бог знает, сколько чемпионских раундов. Это будет мой 12-й поединок в UFC, 9-й поединок за пояс, так что этот бой многое значит для меня. Тот же вопрос, Валентини. Чувствуешь ли ты ментальное преимущество? Какой вопрос? Дают ли вам преимущество те три предыдущие победы? Вы знаете, естественно, тот опыт, который я получила в трех поединках, когда одержала победу над Яанной, даст мне определенное преимущество, потому что... Это одно дело, биться с оппонентом, которого ты совершенно не знаешь, и ты не чувствовал его скорость, силу и остальные атрибуты. А здесь я знаю, чего ожидать от нее, я чувствовала ее скорость, силу и... И знаете, мне даже нравится то, что она на 100% уверена в своих силах, потому что я никогда в жизни не хотела биться с оппоненткой, не готовой к поединку. Это не мой стиль игры. Я очень люблю показывать зрелищные бои с красивой ударкой, с большим количеством комбинаций, со всем, и вложить в этот бой всю себя, все, что я копила внутри. Для того, чтобы одержать победу, забрать этот пояс, потому что я очень долго шла к этой победе. И, конечно, для того, чтобы показать потрясающее шоу для всех вас, ребят. Ты действительно очень долго шла к этому моменту, Валентина. Титул как будто избегал тебя, оппонентки снимались, еще какие-то проблемы. Даже твоя сестра Антонина билась с оппоненткой, которая не сделала вес в выходные. И насколько ты счастлива, что сейчас перед тобой Иоанна, которая точно выйдет на бой. Знаете, это очень здорово, когда тебе не приходится думать, а что если? Что если моя оппонентка не сделает вес? Не думать о подобных вещах – это лучшее, о чем я могу просить. Но в этот раз, если что, есть план отступления, и UFC позаботились о том, чтобы устроить еще один бой в 125 фунтах, чтобы если кто-то слетел, у меня была замена. Но я думаю, в этот раз она не понадобится. Но, да, да, я рада не только тому, что у меня такая профессиональная оппонентка, как Иоанна, но также я заряжена на поединок. Это то, чего я хочу биться и никогда не останавливаться. Макс, ты немного завелся, когда Ти-Сити сказал про Торонто-Сити. Ты считаешь, что это твой город, и из-за этого ты… Какой это остров? Десятый остров! Какой это остров? Десятый остров! А тебе что-то особенное запомнилось, Брайан, об этом городе? Что еще раз? Запомнилось ли тебе что-то об этом городе особенное с тех пор, как ты прилетел сюда? Я чувствую себя как в Л.А., я чувствую себя как дома. Когда я прилетел сюда, я почти сразу почувствовал себя как дома, потому что это общество очень многонациональное, мультикультурное. И это очень здорово видеть, что все эти люди ладят и уживаются друг с другом, прямо как у нас в Л.А., прямо как дома, только холоднее. Вопрос для Макса. Для тебя этот год был непростым. Много тяжелых моментов. Сейчас, когда ты наконец-то здесь, ты чувствуешь поддержку публики. Как ты себя ощущаешь? Что ты чувствуешь? Это здорово. Я очень рад вернуться, и я снова здесь, на Десятом острове, и мне просто не терпится устроить шоу для вас, ребят. Я взял здесь временный титул, скоро защищу свой титул здесь, так что все круто. Макс, ты очень много говорил о величии, о том, что ты стремишься к нему, о том, что ты хочешь стать великим, но эта весогонка в 145 фунтов дается тебе нелегко. Есть ли вероятность, что это твой крайний бой в этом весе, и дальше ты поднимешься в 155? Посмотрим, что выйдет. Для начала необходимо выиграть бой в субботу, сесть пообщаться с UFC, и там уже я чемпион, я защищал пояс, и сейчас моя цель – это первый номер Pound for Pound, так что мы сядем, пообщаемся с Дэной, если он захочет видеть меня в весе выше, я поднимусь. Если надо будет остаться и защитить пояс 10 раз, окей, мы останемся и будем защищать его 10 раз. Если надо будет подраться с Кентом, опаснейшим человеком на планете DC, давай, Кунфу Панда, налетай. Ты готовился к Брайану на протяжении почти что года, мне просто интересно, какие особенности ты в нем отметил, и почему ты считаешь, что он так успешен в своем джиу-джитсу? Знаешь, он хорош, он опасный боец, но люди говорят, Брайан то, Брайан это, но все, что сделал Брайан, я сделал лучше. Он идет на серии с шести побед, у меня 12, он победил чемпиона, я побил двух, и одного из них я побил дважды. И по итогу Благословенный Экспресс продолжает переть и обгоняет тебя на круг, братан. Понимаешь, понимаешь, о чем я, братишка, и это при том, что я моложе тебя, так что поздравляю. И вопрос Брайану. Брайан, Макс только что сказал, что все, что сделал ты, он сделал лучше. У тебя есть на это какой-то ответ? Иногда лучший ответ – это промолчать. А иногда тебе нечего ответить, так что кто-то все еще бредит. Что ты говоришь? Я говорю, ты все еще бредишь. У меня есть вопрос для Валентины. Валентина, ты билась с многими очень сильными оппонентками в своей карьере. Считаешь ли ты, что Иоанна станет самой серьезной твоей оппоненткой, или она просто одна из? Вы знаете, я успела побиться с намного более габаритными девушками, и они были хороши в разных аспектах, но я никогда не чувствовала, что они намного сильнее меня. Я билась за пояс в легчайшей весовой категории, и, конечно, что касается моего личного восприятия каждого оппонента, я к каждому поединку готовлюсь так, будто это мой последний бой. И, конечно, я думаю, что мы закатим очень зрелищный поединок, и я многого ожидаю от нее в этом бою. И, Иоанна, тебе тот же вопрос. У тебя была потрясающая карьера, много сильных оппоненток, но думаешь ли ты, что предстоящий бой станет самым тяжелым для тебя? Да, несомненно, это будет тяжелейшим испытанием. Я также воспринимаю этот бой вот под каким ракурсом. Валентина становилась многократной чемпионкой мира в муай-тай, как и я. И это потрясающе, что в свое время мы обе выступали в лучшей муай-тай организации в мире, и сейчас мы будем биться в лучшем ММА промоушене в мире. В UFC я думаю, что это здорово как для ММА, так и для муай-тай, для всего сообщества тайского бокса. И, несомненно, это тяжелое испытание, она очень жесткая как физически, так и морально, но я более чем готова к этому, и я уверена, что она не так здорово себя чувствовала в легчайшем весе, потому что она не такой уж и габаритный боец. Я бы даже сказала, что она маловато для легчайшего веса, но я, в свою очередь, очень рада тому, что у меня есть шанс вернуться в наилегчайший вес, потому что я выступала в боксе, в кикбоксинге и в муай-тай, в наилегчайшей весовой категории до того, как прийти в UFC. Тогда еще этого веса в UFC не было, и я очень ждала, чтобы его открыли, и сейчас это наконец-то случилось. Я мечтала побиться за этот пояс, и я чувствую себя на 100% готовой физически, ментально, и мы устроим потрясающий поединок. Здорово, спасибо большое. И мой финальный вопрос Максу. Макс, опять же, тебя очень любят в Торонто. Есть ли у тебя, может, желание когда-то приобрести здесь домик и поселиться в Торонто? Какой был вопрос? Хочу ли я купить тут дом? Да, я вижу, что тебе нравится Торонто. Торонто тебя очень любит, может, у тебя есть идея когда-нибудь купить себе тут домик и поселиться? О, по-любому! Конечно, это же Десятый остров, я хочу по дому на каждом острове, так что да, почему нет? Первый вопрос Брайану. Брайан, я понимаю, что в преддверии боя вы с Максом немного сторонитесь друг друга, но в то же время вы оба всегда на позитиве. Видишь ли ты что-то общего между собой и чемпионом? Да, как я и говорил, в конце концов это все развлечение. Конечно, мы выйдем туда и сделаем свою работу, но думаю, да, мы во многом схожи с ним. Слушай, мы два голодных молодых парня на вершине игры сейчас, и... Не знаю, во многом мы сходимся. И тот же вопрос Максу, видишь ли ты какие-то схожие черты между вами, ребят, в характерах? Да, естественно. Я думаю, это в принципе видно по тому, как мы себя ведем, но... В конце концов мы тут не характерами меряемся, мы будем биться, и мне не терпится побиться с ним. Это идеальный момент, люди же постоянно говорят, блин, я бы хотел увидеть вот этих двух чуваков на пике. И это как раз тот самый момент. Мы с ним оба здесь, оба голодные, молодые, в самом большом промоушене, и... Мы бьемся за пояс, я просто не могу дождаться. Спасибо большое. И финальный вопрос, Йоанне. Йоанна, ты сама ранее сказала, что в случае победы в эту субботу ты станешь величайшей в женском ММА. В таком случае, какое будет следующее достижение после этого боя? Строуэйтки, трепещите, я вернусь в следующем году. Из того, что я слышала... Точнее, я все чаще слышу о потенциальном поединке Джессики Андраш против Роуза Майюнас. Но у Роуза осталось всего 4 месяца, чтобы провести защиту своего титула, а иначе... Иначе, без вариантов, я выйду и буду биться за этот пояс. Дэна, мне интересна твоя реакция на это заявление. Сейчас двойные чемпионы становятся неким трендом. В случае, если Йоанна выиграет этот бой, ты бы хотел, чтобы она спустилась обратно или осталась и защищала пояс? А кто, если не я? Кто еще? Кого ты назовешь? Кто остался? Я перебила всех. Всех и каждую. Ты заслужила. Посмотрим, как все развернется. Сейчас об этом нет смысла говорить. Посмотрим, что будет в субботу, и там уже будем решать. Посмотрим, чего она хочет. И как раз в тему к тому, что Макс называет Канаду 10-м островом Гавайев. Что насчет Гавайев? Планируете ли вы провести там турнир? В общем, мы очень долго работали в этом направлении. Все будет. В следующем году UFC на Гавайях. Готовьтесь. Вот и ответ. Какой это остров? На каком острове? Видите, даже босс в теме. Вопрос Максу и Брайну. Я думаю, что многие люди согласны во мнении, что вы действительно лучшая из лучших в полулегком весе, плюс вы оба молоды. Как вы думаете, продолжится ли это соперничество между вами, и суждено ли вам еще побиться в будущем? Да. Мы... Он никуда не собирается, и я тоже. И на вершине больше места нет. И как я говорил, независимо от исхода, я не думаю, что он резко сольется, и ни с того ни с сего начнет проигрывать бои, и то же самое можно сказать про меня. Так что каким бы ни был исход, упавший встанет, и затем мы встретимся снова, так что это только начало. И тот же вопрос Максу. Да, сейчас ты на вершине, но... Думаешь ли ты, что независимо от результата вы еще с Брайаном встретитесь? Да, несомненно, это происходит постоянно. Тот же Чат Мендес пару раз бился с Джо Зо Алдо. Также Фрэнки Эдгар бился с Алдо. Два раза. Я уже говорил, мы одного возраста, так что по-любому мы еще столкнемся, да еще и может не в одной весовой категории. Может он тоже, учитывая, что у него мексиканские корни, у меня гавайские, и мы оба обожаем покушать, так что кто знает. Может еще в один прекрасный день мы будем биться за титул чемпиона в тяжелом весе? Он обожает Лау-Лау, я обожаю Карнезадос, так что мы можем пересечься в любом весе. Арчадо я тоже люблю, так что по-любому. Вопрос Брайану. Юль уже давно позади, но по-прежнему многие вопросы не ясны касательно того, что было с Максом. Появлялись ли у тебя сомнения о том, что этот поединок вообще произойдет, и, возможно, тебе ментально приходилось готовить себя к этому? Я уже это говорил, но скажу еще раз, потому что этот вопрос всплывает постоянно. Макс, я действительно забочусь о твоем здоровье. Надеюсь, все в порядке, я знаю, что у тебя есть сын, и, невзирая на то, что мы бьемся и вся фигня, я искренне надеюсь, что с ним все в порядке, что все хорошо, понимаете? Это, для меня это, это не круто, когда ты выходишь в клетку и чувствуешь себя плохо. Знаете, я бы просто не хотел, чтобы со мной или с ним что-то случилось. У него есть семья, у меня есть семья. Так что, как я говорю, я беспокоился за тебя, я молился за тебя, клянусь, и мы дадим вам, ребят, достойнейшее шоу, и ничего плохого не произойдет. Вопрос Максу и Брайану. Мы видели много великих поединков за титул в полулегком весе, и, хотя, наш будет величайшим. Это будет величайший бой в истории полулегкого веса. Конечно, это самый важный бой, а какой еще бой в полулегком весе вам нужен, ребят? О чем люди говорят? Люди не говорят ни о чем в полулегком весе, кроме нашего боя. Это будет величайший бой в истории. Так что смотрите обязательно. И тот же вопрос тебе, Брайан. Тот же вопрос тебе, Брайан. Считаешь ли ты, что это будет самый яркий поединок в полулегком весе, который нам доводилось видеть? Несомненно. Одним из самых важных боев, я думаю, был Макгрегор против Фалду. И сейчас у вас есть Холлоуэ против Артеги. Вопрос Дэнни. Дэна, Ренатому Айкану должен был биться в этом карде против Бектича, но тот травмировался. Почему вы решили не оставлять его в этом карде, потому что было поздно искать замену? Кого ты говоришь? Ренатому Айкану. Что с ним? Ну, он должен был биться в этом карде с Бектичем, но тот травмировался, и по итогу вы... Что мы не стали искать замену, потому что поздно? Да нет, он едет сюда. Он в пути. Он здесь. Но, то есть, биться он не будет, правильно я понимаю? Будем надеяться. Так, у тебя все? Так, давайте последний вопрос. Кто-нибудь? Еще один? Давайте уже к стартаунам. Окей. Эй, Торонто, спасибо, мы вас очень ценим. Давайте сведем этих ребят. Кто-нибудь? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...